Существуют ценности, которые вряд ли кто-то поставит под сомнение. Например, здоровье. Глаза, которые видят, способность слышать, действующие конечности. Для любого человека это ресурс огромной важности. Недаром говорят, было бы здоровье, остальное будет. Ценностью является и сама жизнь. Человеку даже не требуется осознавать ее важность. На страже жизни стоит врожденный инстинкт самосохранения. Вслед за жизнью и здоровьем идут другие ценности. Семья и дружба, положение в обществе, профессиональные навыки, нажитое имущество. И когда кто-то желает отнять эти сокровища или возникает угроза их потери, человек встает на защиту того, что ему дорого. Но есть одно сокровище, которое большинство людей не хранит. Каждый из нас получает его в дар от природы. Однако многие даже не подозревают о том, что у них есть это богатство, а потому не берегут и не защищают его. Это сокровище – трезвость. И тут нужно сразу определиться с понятиями. Ведь многие трезвость как понимают. Отравил себя человек алкоголем 23 февраля, а потом не травится, допустим, до 8 марта. Этот временной промежуток он и назовет трезвостью. Или скажет кто-то. Я, можно сказать, трезвенник. Пригубил слегка на Новый год шампанского. И все, больше ни-ни. Но можно ли быть слегка беременной или почти перепрыгнуть пропасть? Так и с трезвостью. Она у человека или есть, или нет. Трезвость – это полная свобода от самоотравления любыми интоксикантами в любом виде и количестве. Это естественное состояние, данное каждому человеку от рождения. Представьте, все в нашей стране сохраняют свою трезвость до конца жизни. Это означает стопроцентную страховку от любых проблем с так называемыми алкоголизмом, курением и наркоманией. Преступность, несчастные случаи, болезнь, сиротство при живых родителях, пожары и ДТП по вине наших отравленных сограждан. Весь этот груз из горести и катастроф перестал бы над нами давлеть. А все те деньги, что люди тратят на отраву, триллион рублей ежегодно, пошли бы в созидательные сферы экономики. Трезвость – это рост качества населения. Здоровый, умный, крепкий духом народ. Это счастливые дети, о которых заботятся трезвые отцы и матери. Это покой и порядок на наших улицах. После того, как в России в 1914 году прекратилась продажа спиртных изделий, депутаты Государственной Думы писали, «Сказка о трезвости, этом преддверии земного рая, стала на Руси правдой». Понизилась преступность, затихло хулиганство, сократилось нищенство, опустили тюрьмы, освободились больницы, настал мир в семье, повысилась производительность труда, явился достаток. Трезвость – это щит, который надежно охраняет человека от многих бед. Это естественное состояние человека, семьи, всего общества в целом. Она – фундамент здоровья, подспорье в любом деле, основа семейного счастья. И как только эта опора выбивается, человек сразу или постепенно лишается других ценностей – от имущества и денег до таланта, достоинства и самой жизни. Во многих странах и регионах планеты это понимают и живут трезво. Всюду люди рождаются естественными трезвенниками. И везде трезвенниками остаются. Но только до тех пор, пока трезвость у них не отнимут. Стоп! Как отнимут? Разве люди не сами берут яд в свои руки? Да, формально человек все делает сам. Однако прежде чем он примет фатальное решение отравить себя впервые, практически все источники информации будут убеждать его в том, что это приемлемо, традиционно, необходимо и даже престижно. Так закладывается программа самоотравления, которую обманутый человек покорно исполняет. Оцените объективно информацию, которая проносится через сознание малышей с самого рождения. На что она работает? На то, чтобы они сохраняли свою трезвость? Или на то, чтобы со временем начинали отравляться? Скажем честно, информационное поле, в котором мы живем, работает на ликвидацию детской трезвости. Возникает вопрос, кого сложившаяся ситуация устраивает? Кто извлекает из нее пользу для себя? Ответы дает нам вся человеческая история. Толкать население к отраве выгодно по трем причинам. Мотив номер один – деньги. Продажа алкоголя и табака – дело очень прибыльное. Их производство имеет низкую себестоимость. Мотив номер два – политика. Если какое-либо общество лишит трезвости, резко снижается его интеллектуальный потенциал. Отравленными людьми легче манипулировать для достижения своих корыстных целей. Мотив номер три – интоксиканты, безопасное для агрессора, оружие геноцида. Его эффективность давно испытана. В Северной Америке огненная вода помогала колонизаторам расправляться с индейцами даже лучше, чем пушки и винтовки. А британцы десятилетиями грабили и уничтожали Китай, используя опиум. Носители корыстных интересов сколачивают на отравлении людей баснословные капиталы. И они щедро тратят часть своих доходов на оболванивание человечества. Эта работа идет веками. Выстроена мощная система информационного террора. Трезвость у населения отнимается, как на конвейере. Само отравление подается в привлекательном свете. А само понятие трезвости как естественного состояния замалчивается. Если случайно заходит от резвости разговор, то она выставляется как аномалия. Даже Всемирная Организация Здравоохранения дает такое определение. Трезвость – это непрерывное воздержание от употребления алкоголя. Взгляните на маленьких детей. Разве им нужно воздерживаться, чтобы оставаться трезвыми? Быть трезвым просто, легко и естественно. Противоестественно как раз отравляться. Но человеку не дают осознать эту элементарную истину. Вот почему у сотен миллионов людей на планете удается трезвость отнять. Искажено представление о трезвости, намеренно заниженная ее ценность. А когда ты не осознаешь, какое сокровище у тебя отнимают, то и защитить его не способен. Люди не теряют трезвость. Трезвость у них отнимают. И делается это из корыстных побуждений через тотальное информационное принуждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова